Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения в бою, который произошел сегодня на востоке Украины в Луганской области. Об этом сообщил штаб операции правительственных сил на территории Донбасса. Утром армейское командование передало, что сепаратисты атаковали позиции военных в районе населенных пунктов Новоташковская, Орехово, Крымская и Хутор Вольный. Они расположены неподалеку от поселка Золотое, где в прошлом году стороны конфликта провели разведение сил. Противник, как отмечают в Киеве, использовал вооружения, которые запрещены минскими соглашениями. Где-то с пяти утра идет интенсивный бой. Район Золотого, шахта Родина, Орехово и Новоташковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Пули долетают до Золотого. В Новоташковское попадание в жилой массив разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины. Где ОБСЕ? Где все остальные? Где доблестные полководцы от мира? Позднее штаб военной операции в Донбассе сообщил, что бой закончился, свои позиции украинцы сохранили и ситуация полностью под контролем. Сепаратисты, в свою очередь, обвинили украинскую армию в попытке приблизиться к их позициям и дальнейшем артиллерийском обстреле. А вот что рассказала Радио Свобода, жительница микрорайона «Золотую-4». Она попросила не называть ее имени. Это был просто кромешный ужас. Такие бои, наверное, как в 2015 году. Тяжелое вооружение, это пули летали. Но это очень страшно. Все сидели по домам. Сидели там, где стеночки глухие. Сейчас еще нет никакой информации по разрушениям, по побитым домам. Давайте так будем говорить правду. В Золотом никакого разведения не было. Просто оппозиции ближе до жилых домов перевели. Я изначально не верила в это разведение. Это просто любительство какое-то. После разведения применяют тяжелое оружие. Раньше это было сверковое, сейчас тяжелое. На фоне обострения ситуации в Донбассе офис президента Украины Владимира Зеленского анонсировал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В телеграм-канале украинского лидера говорится, что сейчас происходит попытка сорвать мирный процесс в Донбассе. Это не просто циничная провокация, цель которой нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами. Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года, с момента аннексии России Крыма, которую не признали ни власти в Киеве, ни многих зарубежные партнеры, прежде всего ЕС и США. Украина и западные лидеры обвиняют Россию в поддержке сепаратистов из так называемых Донецкой и Луганской народных республик и отправке в Донбасс российских военных. Кремль все эти обвинения категорически отвергает и подчеркивает, что в Донбассе могут находиться лишь добровольцы из России. По данным ООН, с марта 2014 по конец октября прошлого года жертвами кровопролития на востоке Украины стали по меньшей мере 13 200 человек. Последняя встреча лидеров стран нормандской четверки – это международный формат мирного урегулирования в Донбассе – прошла 9 декабря в Париже. Переговоры стали первым нормандским саммитом с 2016 года.